Прежде всего в Донбассе. Освобождение, которое является нашей первоочередной целью. Люди понимают, что Россия собирается уничтожить их города, как уже сделала это с Бахмутом и Часовьяром. Вот от них Путин и освобождает Донбасс на самом деле. От коренных жителей, которые там родились и выросли. И на головы которых российская армия теперь сбрасывает полутонные бомбы. Российские вооруженные силы не бомбят города и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. ФБР вчера вскрыла целую сеть англоязычных пропагандистских СМИ и каналов, оплачиваемых из российского бюджета. Чисто случайно все они агитировали против Байдена и Харрис из-за Трампа. А Путин сказал накануне, что он поддерживает Харрис. Кто-то, похоже, тут крупно врет. Фаворитом, если можно сказать, был действующий президент господин Байден. Вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать СМИ. Жухарис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и изразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то, значит, вот этот Трамп, он же ввел количество, столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько для него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздерживается от действий подобного рода. Дональд Трамп прокомментировал слова Путина о его поддержке Камилы Харрис на выборах президента США. «Не знаю, следовало ли мне ему позвонить и горячо поблагодарить. Он поддержал Камалу. У меня такое чувство, что я не понимаю, как это расценить. Не знаю, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», – сказал Трамп. «Господи, благослови Америку». «Удары целенаправленные на то, чтобы вести политику геноцида. Это не просто удары по подстанциям». Коллаборант Владимир Рогов из Запорожья заявил, что удары по электростанциям и подстанциям – это преступление против мирного населения и геноцид. Правда, только в том случае, если такие удары наносит Украина. А если Россия наносит, тогда норм. Население, конечно, страдает, но ничего не поделаешь. Только послушайте это. Таких сказочников свет еще не видел. «Это отработка западной технологии, но англо-саксонской конкретно, сгона населения с территории, то есть превращение земли в непригодную для проживания». «Мы всегда это делали. И делаем сейчас». Россия потеряла 6000 солдат убитыми и ранеными за месяц операции ВСУ в Курской области. Об этом заявил президент Зеленский во время заседания «Рамштайн». Между тем, наши войска контролируют уже 1300 километров российской территории, а это около сотни населенных пунктов. «Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются». «Это абсолютно однозначно». Российское наступление на Покровск остановлено. Об этом накануне в интервью американской телекомпании CNN рассказал главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский. «За последние шесть дней враг не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Иными словами, наша стратегия работает. Мы лишили их возможности маневрировать и перебрасывать подкрепления с других направлений. И это ослабление определенно ощущается в других районах. Мы отмечаем уменьшение артиллерийских обстрелов и снижение интенсивности наступательных действий». Также генерал рассказал про операцию в Курской области, назвал ее «успешной». По словам Сырского, Россия планировала начать новое наступление на Украину именно с этого направления. Но вооруженные силы Украины начали свою операцию первыми. Главком, как и ранее президент Зеленский, назвал цели этой операции – остановить использование Курска как плацдарма для нового российского наступления, отвлечь силы Москвы из других районов, взять военнопленных и поднять боевой дух украинских войск и страны в целом. С начала операции вооруженных сил Украины на Курском направлении прошел месяц. Владимир Путин заявляет, что ситуация в пригранище стабилизировалась, а армия России, я процитирую, постепенно выдавливает противника. Хотя военные обозреватели утверждают обратное. 6 августа 2024 года войдет в мировую историю. В этот день впервые за 80 лет, а именно со времен Второй мировой войны, часть территории России оказалась под контролем войск другого суверенного государства. Украинское село Олешни, которое находилось на территории России, уже украинское. Хотя о том, что вооруженные силы Украины вошли в Курскую область, официальный Киев сначала молчал. Впервые Владимир Зеленский подтвердил это лишь спустя неделю после начала военной операции. 12 августа на заседании Ставки о ситуации на Курском направлении президенту Украины доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На данный момент под нашим контролем находятся около тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. Группировки войск выполняют свои поставленные задачи. О задачах ВСУ в Курской области спустя месяц после пересечения границы в интервью NBC News рассказал сам Владимир Зеленский. «Одна из целей Курской операции – это стягивание российских войск на их территорию. Сейчас я уже могу об этом говорить, потому что они стянули туда на сегодня около 60 тысяч войск. Они тянули их от некоторых мест, где у нас могли возникнуть трудности, потому что у нас не было пакетов вооружения». Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена аннексировать российские территории, но и останавливаться на достигнутом тоже, хотя планов раскрывать не стал. «На сегодня мы держим именно ту часть, которую мы хотели. Это такая буферная зона, но не у нас, а на их территории». По данным мониторингового проекта «Дипстейт», ВСУ за месяц взяли под контроль в Курской области втрое больше территорий, чем российская армия в Украине за тот же период. «Остановитесь!» На данный момент украинские военные контролируют на Курском направлении 896 квадратных километров. За это время российские войска захватили в Украине около 250 квадратных километров. О продвижении ВСУ в Курской области Путин и слышать не хотел, и даже перебил губернатора, который попробовал заикнуться об этом. «Под контролем противника находятся 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров. «Оккупация...» «Послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите». Субтитры создавал DimaTorzok